Сегодня Мичу Масова жаловались на сильный запах газа в воздухе. Судя по отзывам в соцсетях, хуже всего пришлось жителям Левобережья и городка нефтяников. Многие испытывали проблемы с дыханием и сильные головные боли. Утром в маршрутке газом пахло. По Герцена. По Герцена? Да. А на Левобережье не были? Были, но ничего не чувствовали. Да, утром чувствовала резкий запах газа даже в квартире. От этого и проснулась в 5 утра. У меня племянница, она деревенская, она сразу ощутила, что у нас на Рокоссовского прямо хороший запах был. С утра в единую диспетчерскую службу мэрии поступило более 300 звонков от горожан. Источник неприятного запаха искали сразу несколько ведомств. Опертическое управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и природы, охраны прокуратуры и Роспотребнадзор. Специалисты взяли пробы воздуха в разных частях города. В атмосфере выявлен этилмеркаптан, вещество, которое добавляется в природный газ для определения утечек. Проверки прошли на крупных промышленных предприятиях. МЧИ в пабликах загазованность связывали с нефтеперерабатывающим заводом. Однако на Омском НПЗ никаких утечек не зафиксировано. Предприятие работает в штатном режиме, говорится в сообщении управления корпоративных коммуникаций компании «Газпромнефть» ОНПЗ. Проверяются также предприятия, расположенные в северном промышленном узле Омска. МЧС заявила, что с воздухом в Омске все в порядке, превышение предельно допустимых концентраций по угарному газу, кислороду и метану не обнаружено. В мэрии также заявили, что угроз для жизни и здоровья людей нет. За медицинской помощью пока также никто не обращался. Кто же все-таки испортил воздух в городе, пока не ясно. Виновному грозит уголовное дело. Продолжение следует...